Принять Господа с нашей сердца, наполнится Его новым повознанием для сегодняшнего дня, вообще для всей жизни, обновиться. Поднимай свои руки, поклоняйся, благословляй и ищи лица вместе с нами. Во имя Иисуса Христа Господь мы поклоняемся Тебе, благодарим Тебя. За этот день, за эту возможность прославить Тебя Господь, за эту возможность прикоснуться к Тебе. Пускай открывается прямо сейчас, во имя Иисуса Христа. Аллилуйя, пускай поглощается Тобой всякая дьма во имя Иисуса Христа. Всякий контроль человеческий, всякий контроль бесовский во имя Иисуса Христа будет поглощен Твоим присутствием Бог. Мы благодарим Тебя за эту возможность прославить Тебя, поклониться Господь, привозвести Тебя на этом месте. Аллилуйя! Не бесарой полю сон, а с себя по ночам. Не бесарой полю сон. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok 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 И все, на кого жена упала, 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 на кого жена упала Поехали! 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 Ла-ла-ла-лай ла-ла-лай Истор! ПЕСНЯ 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Доброе утро, церковь! Доброе утро! Присаживайтесь! Детки, на детское служение! Доброе утро! 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 40-я глава, 10-й стих. Как пастырь, он будет по снестрату своим. Агнез его будет брать на руки и носить на груди свои и водить тольку. Аминь. Наш пастырь, он любящий. Аминь. Он любит нас, Отец Небесный. Как каждый, видите, любит своих детей, так и наш Небесный Отец. Он заботится о своем народе. Аминь. Нам надо приносить жертвы. Какие жертвы мы можем приносить? Финансовые жертвы. Мы можем также жертвовать времени, общением, продуктами. За все отвечает серебро. Аминь. Аминь, да. Нам надо жертвовать. Жертвовать царства в площади. Чтобы, как сказал Господь, жертвуйте, принесите десятину в дом мой, чтобы в доме моем было пища и питье. Аминь. Аминь. Давайте возьмем жертву в свои руки и помолимся. Кто шел кушать по жертвам, тот Бог обнимет. Великий Бог. Мы молим и просим тебя, Господь, за жертву, Господь. Прими каждую жертву, Господь. Призри на наши жертвы. Ответь, Великий Бог, на Господь, на наши молитвы. Благослови каждую руку, которую отдает Господь. Помоги нам, Господь. И дай нам возможность приносить в 10 раз больше, чем мы приносили сейчас. Пожертвование. Дай нам в 10 раз больше приносить 10 во имя. Дай нам эту возможность. Благослови каждое жертвовое сердце. Господь, возможно, есть люди, у которых нечего жертвовать. Господь, дай мне эту возможность. Дай мне финансы. Ты, Господь, даешь семью, семя, Господь. Пусть это семя растет, Господь, и удачает, и принесет 100 крат больше, чем мы по всем. Во имя, Иисус, аминь. Давайте будем жертвовать. Ну, а пока жертвуем, будем болиться за нужды народа, да? Аминь. У нас есть нужды. Аминь. Я думаю, у каждого есть какая-либо нужда. Ну, а Господь отвечает. Написано, в Слове Божьем, Божьем сказал, возложите на меня. Возложи на меня все заботы с вами. А я поддержу тебя. Никогда не дам я поборьбаться о правде. Аминь. Так же написано, если пребудете во мне, и слова мои, и вас пребудут. То, чего пожелаете, простите, и будет вам. Но нам надо запросить и верить то, что получим. Аминь. Аминь. Давайте будем молиться за эти нужды. Аллилуйя, львийкий Бог. Мы возлагаем на тебя все наши заботы. Отдаем в твои руки, Господи, все нужды наши. И молим и просим тебя. Восполни. Восполни нам тебя, Богу, что по милости своей, по благодати. Господи, дай нам в том, чем вы нуждались. Господи, кто нуждается в исцелении и исцелении? Великий Бог, кто нуждается в обуви, в одежде, а будь и одеть, Господи. Дай, Господи, кровь, Господи. Накорми голодных, воиня Иисуса. Господи, кто нуждается в восстановлении отношений с родными и близкими, с детьми, с женами, с мужьями. И восстановите разрушенное отношение. Господи, ты восстанавливаешься. Ты не разрушаешься, ты восстанавливаешься. Господи, помоги нам восстановить все разрушенное, воиня Иисуса. Мы принесем все наши нужды в твои руки готовы. И верим и знаем, что получим про себя. Потому что ты не молчащий, ты отвечающий. Ты любишь нас. Ты восполняешься, все наши нужды. Спасибо тебе. И весь божий народ сказал. Аминь. У меня есть маленькое объявление. В пятницу у нас молитва. Пастор, на сколько? На 7. На 7 часов вечера здесь проходит. Молитва, ну, она говорит чудеса. Вот я вам сейчас разведительство. У меня вчера вечером она приехала с работы. Очень сильно, не то что слово, очень, очень, очень сильно просто голова разламывалась. Я, там, мыться надо, кушать. Я вот так лег на стол. Просто ничего не хотел. Она вот так болела. Ну, я думал, таблетку, таблетку. Таблеток нету, закончились. Я просто сел, вспомнил, как этот пастор говорил, мы можем сами исцелять себя. Я возглашу на себе руки на голову. И просто начал сфразы говорить, кто будет, провозглашать исцеление. Ну, братья и сестры, честно, я пошел в душу мыться, а у меня голова прошла. Памятник. Аллилуйя! Потихонечку поле ушло. Поэтому, когда мы приходим, мы здесь молимся. Молимся за нашу церковь, за пастора, за народ Божий, за новых людей. Ну, Бог прилагает, отвечает нам на нашу церковь. Аминь. Аминь. По четвергам у нас в ячейке. Открывайте дома свои. Аминь. Для ячейки. Тот, кто открывает свой дом, туда приходит Бог. Это сто процентов. А когда приходит Бог в чей-либо дом, то там полнота приходит. Аминь. Открывайте, не надо бояться сидеть в квартирах самим. Открывайте, собирайтесь и общайтесь, пейте чай. Это прекрасное явление, когда мы встречаемся на чайках. И в 13 часов воскресенья служения. Приглашайте людей. Пусть этот наш дом наполнится новыми людьми. Аминь. Которые будут каяться, познавать Слово Божие и отдавать свои жизни в руку Божию. Аминь. Аминь. А сейчас смотрим свидетельство. Слава Божию. Здравствуй, дорогая церковь. Меня зовут Александр. Я хочу за свидетельство. Аллилуйя, Дух Святой, мы поклоняемся тебе на этом месте. Мы превозносим тебя, мы благодарим тебя за твое присутствие, Господь, в наших судьбах, в наших жизнях, в наших домах, в наших семьях, в наших детях, Господь, в наших ближних, в наших родных, Господь. Пускай твое Божие присутствие распространится в нас и через нас во имя Иисуса Христа. Пускай твое Божие смысл пропитнает нас полностью, Бог во имя Иисуса Христа. Пускай уйдет всякий мир, Бог во имя Иисуса Христа. И восстанится в наших сердцах, в наших умах, в нашей жизни, Господь, Твоя божественная благодать, Твое божественное присутствие во имя Иисуса Христа. Твой божественный смысл. Аллилуйя. Аллилуйя. Поднимайся, сейчас руки благословляй, Господа, ищи его. Ты помела сон, когда был безмолвен я. Ты был такой, такой ко мне. Ты живи в свою вдохну, и дал мне тебя не вер. Ты был такой, такой ко мне. Бог бесконечно, ты без суда, Бог любовь моя. Ты оставил тебя, Господи, чтоб найти меня, не заслужи меня. Ты не расстроен, но ты отдался и возле тебя. О, бесконечно, ты без суда, Бог любовь моя. О, бесконечно, ты без суда, Бог любовь моя. Идут. О, бесконечно, ты без суда, Бог любовь моя. Идут. Остался ни с чем, но ты за все заблудил Ты был так благ, так благ ко мне О, место, 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 место Бог, любовь твоя, ты оставил тебе Но с надея, что против меня Не заслужил я и недостой Но ты отдал всего себя О, место, 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 место Бог, любовь твоя Бог, любовь твоя Ты ко мне позвонил, когда был без моря Ты был так благ, так благ ко мне Ты шли свою дохну, ты дал мне дыхание Ты был так благ, так благ ко мне ПЕСНЯ 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 Господь, что ты оставляешь 99. Ты ищешь каждого из нас. Тогда, когда мы где-то теряемся, тогда, когда мы куда-то уходим, Господь, ты оставляешь все. Ты ищешь каждого из нас. Спасибо тебе, Господь, за твою любовь. Спасибо, что ты нашел нас, Бог наш. Спасибо тебе, что ты приводишь нас в дом Тожий. Спасибо тебе, что милость твоя отправляется над нами каждое утро. Спасибо тебе, что благодать твоя, она действует в наших жизнях. И мы поздравляем тебе наш дом. Мы поздравляем тебя наш дом. И мы уповаем на тебя. И мы просим тебя, Дух Святой, во имя Иисуса Христа. Благослови нас сегодня. Дай нам Слово сегодня. Исцели нас сегодня. Направь нас сегодня. Во имя Иисуса Христа. И мы всю славу воздаем тебе, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Аллилуйя. Присаживайтесь. Слава Господу. Аллилуйя. Аллилуйя. Знаете, это прекрасно, когда Бог ищет нас, вне зависимости от того, что ты, как ты, что у тебя. Аминь. Аминь. Очень хорошая песня. Очень хорошее поклонение. Оно заставляет задуматься. Аминь. Аминь. Задуматься, что наш Бог любящий, ищущий нас. И Который ждет, чтобы, знаешь, ты не убегал от него. А хоть голос подал. Знаете? потерялась овечка она же не сидит там не найдет, прячется и прячет а там голос подает, нашли амэ знаешь, когда ты где-то попал не молчи господи, я здесь, я здесь я в тупике, помоги найди меня амэ хорошо, братья и сестры знаете, вера от слышания и слышания Слова Божьего, аминь поэтому обратимся к Слову Божьему давайте откроем Третье Царство, вторая глава с третьего стиха написано следующее и храни завет Господа Бога Твоего ходя путями Его и соблюдая уставы Его и заповеди Его и определения Его и постановления Его как написано в законе Моисеевом чтобы быть тебе благоразумным во всем что не будешь делать и везде, куда не обратишься аминь знаете братья и сестры это время, когда царь Давид он увещевал своего сына Соломона знаете, он Соломону такие слова говорит слушай, Соломон если ты хочешь чтобы в твоей жизни все было хорошо если ты хочешь чтобы ты был благоразумным чтобы был успех во всяком деле куда бы ты ни шел и он говорит слушай, тебе надо хранить Завет тебе надо сохранять Завет с Богом а что такое Завет знаете, братья и сестры Завет это договор Завет это договор и знаете в жизни все серьезные вещи они скрепляются договорами аминь ну вот у нас все построено на договорах ты вот даже вот это помещение в аренду мы берем это что? на основании чего? договора ты сейчас в больницу не попадешь если у тебя с врачом нету чего? договора ну если ты нету у тебя как там короче не подписал декларацию это же договор все ты врачу не попадешь аминь вот за газ надо чтобы газ тебе поставляли договор надо свет надо договор надо короче везде ну везде надо договор а кредит хочешь взять так там вообще такая стопка внимательно надо читать все что там прописано мелким шрифтом аминь то есть если ты там кому-то 50 гривен хочешь одолжить то понятно там договор не надо ты взял 50 гривен дал и закреплял но если какая-то большая сумма да везде надо договор то есть на на каких-то то есть все серьезные вещи они отображаются где договора ну это нормально это нормально и вот знаете вот бог он тоже хотел строить с человеком нормальные серьезные отношения ну бог он желает строить с нами ну серьезные отношения не так знаешь там ну туда-сюда он хочет серьезные отношения и знаешь и вот поэтому он тоже заключил со своим народом договор который называется завет то есть завет и мы когда читаем библию то мы видим что библия делится на два завета на старый завет и на новый завет и писание когда мы говорим о старом завете все таки о что такое старый завет вот многие люди даже вникают не вникают в это слово что такое завет то есть не вникают что это обозначает то есть это договор был между богом и людьми где бог сказал слушай если хочешь быть благословенным если хочешь быть успешным если хочешь быть здоровым если хочешь побеждать своих врагов если хочешь завоевывать новые территории если хочешь чтобы я был твоим богом то ты должен соблюдать и бог дал десять завет он говорит вот тебе заповеди ты соблюдай заповеди а я буду выполнять то что я тебе обещал то есть я тебе обещал благословить я тебе обещал и так далее и так далее и так далее напомни� на готов мы взаимные обязательства друг перед другом как видеозапис вставе обязательство бог всего на себя обязательство обез буду тебя хранить, я буду Тебя благословлять, я буду Тебя вести, я буду Тебя защищать, я буду, это Бог на Себя берет обязательства, это мои обязательства. Я заключаю с Тобой завет, но ты тоже должен иметь обязательства, ты должен выполнять определенные заповеди. Амэн. И знаете, ну, вот так было в Старом Завете. То есть в Старом Завете был, ну, вот прописано взаимное обязательство, да, то есть был заключен в Завете между Богом и народом Божьим. И весь народ, когда мы читаем Библию, мы видим, что он все время говорил, да, мы соглашаемся, мы в Завете с Богом, да, мы берем на себя обязательства, чтобы Бог в ответ выполнил свои. Аминь. Потому что договор любой, если ты возьмешь договор, там есть, какие есть, обовески, сторин. Вот ты любой договор берешь, там есть такой пункт, обовески, сторин. Сторона один отвечает за одно, сторона два несет ответственность по другим. Аминь. Понимаете? Но, знаете, вот старый Завет, он был, ну, несовершенним. Знаете, как бывает, любой договор, он бывает несовершенным. То есть Бог, он дал этот Завет, он заключил Завет. И Дабит, он, когда Соломоном говорил, да, он его учевал, он говорит, Соломон, смотри, если хочешь, чтобы все было четко, выполняй Завет, тогда Бог тебе будет точно благословлят. Выполняй Завет. Вот все, что вот Бог вот там описал человеку, делай так, и ты увидишь, как Бог тебя будет благословлять, нести, как Он будет тебя поднимать, как Он тебе будут мозги давать, как Он будет мудрость давать, как Он тебе будет силу давать, приобретать богатство, как Он будет тебя просто вот поднимать по жизни. И сыну, Давид, он учит Завет, он говорит, смотри, главное, выполняй вот свои обязательства. Вот главное, вот что пусть у тебя будет один Бог, не будет идолов, смотри там, не воруйся, смотри там, чужого не желай, да, ну и так будет куча заповедей. И, знаете, но Бог, Он увидел, что этот Завет, он несовершенен. То есть, несовершенен. Люди не могли выполнить его, люди не могли, просто они старались, пытались, но у многих что? не получалось. Не получалось. И знаете, и Бог что решил сделать? И вот, когда у тебя есть договор, да, ты можешь его взять, и что? Усовершенствовать. Аминь. То есть, сделать его каким? Лучшим, да, лучшим. И Бог, и так появился, такой, новый Завет. И написано это в Евреи, 8 глава, 7 стих. Там написано следующее. Ибо если бы первый Завет был без недостатка, то не было бы нужды искать место другому. Но пророк, укоряя им, говорит, вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с Домом Израиля и с Домом Иуды новый Завет, не такой Завет, какой я заключил с отцами их в то время, когда взял их за руку, чтобы вывезти их из земли египетской, потому что они не пребывали в том Завете моем. И я пренебрег их, говорит Господь. Вот Завет, который завещеваю Дому Израилю после тех дней, говорит Господь. Влашу законы мои в мысли их и напишу их на сердцах их. И буду их Богом, и они будут моим народом. И не будет учить каждый ближнего своего и каждый брата своего, говоря, познай Господа, потому что все, от те, от малого до большого, будут знать меня, потому что я буду милостив к неправдам их, и грехов им, и беззакония им, не помяну более. Более говоря, новый показал ветхость первого, оветшающее и стареющее, близко к уничтожению. Аминь. Братец, послушайте, Бог, он понял, что тот старый Завет, люди, они не могли его выполнить. Они не могли его исполнить до конца. Он говорит, я, я, ну почему? Потому что все отреклись от своих обязательств. Люди не выполняли свои обязательства перед Богом, понимаете? Поэтому Бог не мог их благословить. Бог не мог их, ну потому что был договор, был Завет. Он не мог их благословлять, он не мог их миловать, он не мог их защищать, он не мог. А его желание и любящий Бог, чтобы каждого из нас благословить, исцелить, поднять, возвысить. Аминь. Это его желание. И он говорит, я не могу, потому что есть Завет, есть договор. И поэтому Бог, он что? Он сотворил какой? Новый Завет. Новый Завет, в котором он говорит, я по этому Завету, я буду вас любить, я буду вас прощать, я буду вас благословлять, я буду все делать. То есть, поймите, он захотел дать нам шанс быть благословенными людьми. И поэтому он с каждым из нас, он говорит, вам надо перейти на другой уровень, в Новый Завет, в новые отношения. Аминь. Новые отношения. И послушайте, а когда начался Новый Завет? Поэтому пришел Иисус Христос, он начался с Иисуса Христа. Он начался с Иисуса Христа. Новый Завет начался с того момента, когда Бог выполнил свои обязательства. Смотрите, Матвея 26, 26. Там написано следующее. Это вечеря Господняя была. И написано следующее. «И когда они сели, Иисус взял хлеб и благословил, преломил, и раздавая ученикам, сказал, примите, едите, сие есть тело мое. И взял чашу, и благодарив, подал им, и сказал, пейте из нее все. Ибо сие есть кроме Нового Завета, за многих изливаемо восставление грехов. Аминь». Братья, Иисус, когда начался рост, когда Иисус принял первое причастие, первое хлебопреломление, Он сказал, «Я беру на Себя грех всего мира. Я беру на Себя проклятие всего мира. Я беру на Себя наказание всего мира». И вот в этот момент Бог выполнил свою часть Завета. Бог выполнил, Он говорит, «Вот моя часть Нового Завета. Я беру на Себя грех, я беру прощение, я все на Себя беру». Понимаете, все болезни, все немещи, все на Себя взял Иисус. И это то, что выполнил Господь в своей части. Аминь. Понимаешь ты это или нет? Ты живешь во времена Нового Завета, и Бог выполнил свой Завет тем, что Иисус взял на Себя все наши грехи, все наши проклятия, все, все, все. Все твои недостатки взял на себя. И теперь каждый из нас, кто веровал в Иисуса Христа, кто принял Иисуса Христа, он что? Он автоматом получил вот то, что Бог пообещал. Понимаешь? Ты автоматом это получил. Но ты должен понять одну вещь. Послушай, что ты получил обещание Божье, часть Его, но ты должен понять, что есть вторая часть, это твои обязательства перед Богом тоже. Понимаешь? Это твои обязательства. И тут не только перед Богом. Как написано, да? Иисус, Он объединил все заповеди, все заповеди, в две. Он сказал, возлюби Господа Бога твоего, и вторая подобная и возлюби ближнего твоего, как самого себя. Амэн. Послушай, у нас, у Бога уже выполнил в Новом Завете свое обязательство. Но ты не забываешь одну вещь. У тебя тоже появилось обязательство по Завету. Это любить Бога и любить человека. Понимаешь? Это любить Бога и любить человека. И когда мы принимаем причастие, когда начался Новый Завет? Во время причастия. Амэн. И когда мы принимаем причастие, мы прошлую неделю принимали, то мы что говорим? Мы смерть Господню возвещаем. Что ты возвещаешь? Ты возвещаешь исполнение Завета. Ты возвещаешь, что Господь выполнил свой завет, он выполнил то, что он был обязан. Амэн. Но ты что? И ты принимаешь причастие, ты говоришь, я часть тела. Ты этим возвещаешь, что ты на себя берешь тоже определенные обязательства. Ты на себя берешь обязательства любить Бога, быть в церкви, любить человека, понимаешь? А многие люди, они не понимают этого вообще, этой функции, они не понимают сути завета. Они думают, ну круто, Бог за меня, Он все мне простил. А на себя брать ответственности мы не готовы, тогда извините. Когда ты не взял ответственность на себя, значит и нету серьезности договора, нету исполнения завета, нету исполнения всех Божьих обетований в твоей жизни. Ты говоришь, а что меня Бог не благословляет? Он же пообещал. Извини, есть завет. Бог говорит, я беру на себя обязательства, а ты возьми на себя. Ты на себя тоже возьми обязательно. Понимаешь? А то ты такой крутой, давай, а ты что, лоха нашел или что? Бог не лох. Бог это Бог. Он говорит, слушай, я и так тебе усовершенствовал договор, вообще его легким сделал. Я тебе его вообще легким сделал этот договор. Просто люби Бога, люби человека. Вы в церкви, возьми на себя эти обязательства. Я уже твои грехи, все недостатки, я уже на Иисуса отдал. Я все твои проклятия на Иисуса отдал. Я все уже, я его заслонение Авраама излил через Иисуса в твою жизнь. Тебе только надо взять тоже какую-то ответственность. Понимаешь? А мы же все думаем, да нет, да вообще крутая вера. Пришел, аллилуйя, помолился. Господь, аллилуйя, все тебе отдал. Молодец. Бог выполнил завет. Теперь твоя очередь. Теперь твоя очередь. Твоя очередь брать ответственность. Твоя очередь понимать. И это должно прийти нам, братья и сестры, откровение, что завет это договор. Это взаимная ответственность друг перед другом. Взаимная ответственность. А многие думают, не то что думают, не хотят брать ответственность им. Не хотят. А знаете что? А там, где нету обязательств, там и нету серьезных отношений. Там, где нету обязательств никаких, это пустышка называется. Это незаветно. Возьми любой договор, где нету никаких обязательств. Это пустышка. Она что есть, что его нету. Понимаете? Я знаю, ты можешь в туалет с этой бумажкой сходить. Ну, если там нет взаимных обязательств, ты можешь взять и пойти в туалет. Потому что, ну, какая разница? Ну, ты в туалет сходишь, и тебе ничего не будет. Ну, правильно? Но если есть договор со взаимными обязательствами, тогда это серьезный договор. Серьезный завет. И послушайте, у нас, я вам скажу так, из-за любящего Бога, Бог на себя взял намного больше обязательств, чем Он дал нам. Намного больше обязательств. Намного больше. Он говорит, я понял, я тебя. Он намного больше на себя возложил, чем мы должны на себя возложить. Понимаете? Ну, Он говорит, вы хотя бы в этом. Ну, хотя бы вот этих вот этих мелочах. Будьте перед Богом, ну, и не несите какие-то обязательства. Понимаете? Мы должны понять, что Новый Завет, это не только ты перед Богом должен ходить. Но, послушай, причастие оно делает каждого человека, которое было началом Нового Завета, частью тела Христова. То есть, частью Церкви. Амэн. И если Писание говорит возлюбить ближнего своего, то это значит, мы должны нести ответственность друг перед другом, в конце концов. Амэн. Не только ответственность перед Богом, чтобы ты был не порочен, ходил перед Ним, но и перед Церковью, перед друг другом, перед каким-то служением. Нужно понимать, что в этом тоже есть определенная ответственность. Амэн. Мы хотим быть благословенными, но не хотим брать обязательства. А так не бывает. Не бывает полноты благословения без определенных обязательств с твоей стороны. Амэн. Поэтому, послушайте, поэтому добив он и Соломона, он увещевает. Он увещевает. Он говорит, послушай, храни завет, исполняй, бери обязательства перед Богом, перед Церковью, перед людьми. Бери. Почему? Потому что тогда тебе будет хорошо. И мы должны понять, как нам важно иметь завет с Богом и хранить его. Понимаете? Исполнять этот завет. То есть, основы завет. Это еще раз повторюсь. Бог говорит, я беру на себя все грехи, я тебя милую, я тебя прощаю, я тебя благословляю, но ты будь частью Церкви. Что такое причастие? Ты принял, я часть Церкви. Ты принял, я часть тела Христова. Соответственно, если я часть, значит что? У тебя обязательства есть перед Церковью. А какие у меня перед Церковью обязательства? А по крайней мере, быть в Доме Божьем со всеми святым. Молиться за Церковью. Проповедовать Церковью. Десять. Это то, что ты, твои обязательства перед Богом и перед Церковью. Амэн. Прощать друг друга. Это твои обязательства перед людьми. Амэн. Не забидовать. Ничего. Это твое то, что ты должен делать, да, перед другими людьми. Это твое обязательство перед людьми. Амэн. Поэтому поймите, братья и сестры, завет это взаимное обязательства. Смотрите, Даниил 11.32. 11.32. Смотрите, что написано. Поступающие нечестиво против завета, он привлечет к себе лестью, но люди, чтущие своего Бога, усилятся и будут действовать. Аминь. Смотрите, Писание говорит, что будут люди, которые будут поступать нечестиво против завета. То есть, что значит поступать нечестиво против завета? То есть, это не относиться ну, серьезно к завету вообще. Либо непонимание завета, либо непонимание ответственности, что кроме того, что Бог пообещал, взял ответственность за свою часть, ты тоже имеешь ответственность перед Богом. Ходить перед Ним, стараться быть праведным, святым, стараться с людьми строить нормальные отношения, в церкви иметь какое-то отношение. Аминь. То есть, это то, что ты на себя берешь. И написано, что будут люди, которые будут считать это неважно. Ну, нечестиво относиться к завету. И знаете, тут даже не Бог будет наказывать этих людей. Тут даже не Бог будет что-то им за это делать, то, что люди нарушают договор, да, завет. Написано, что дьявол, он привлечет к себе лестю. То есть, ну, дьявол, он начнет обманывать этих людей, которые не соблюдают завет с Господом, которые не берут описательства перед Богом. Дьявол начнет этих людей просто обманывать. Он начнет их просто уводить от истины. И в итоге многие люди, которые не соблюдают завет, знаете что? Они будут обмануты. Они будут обмануты лживыми, лживыми обещаниями. Лезь, это что? Лживые обещания. Это такое радужное будущее. Дорогой, ходи в главную церковь. У тебя будет радужное будущее. Все у тебя будет хорошо. Никаких обязательств перед Богом. хламное в дом Божий с верой и благодать, которая придет в твою жизнь. Она полностью от тебя от всего освободит. И не напрягайся, потому что действует всемогущая благодать. Лезь. Люди такие, о, никакой ответственности. Офигирная церковь. Хочу туда. А что надо делать? Ничего, просто приходи и бабки принеси. А с людьми что? Можно как угодно обижаться. Да, обижайся. Все равно. Главные бабки принеси. А что? А что вообще? Меняться не надо. Такое, как я есть. Да, да, не стопайся. Главные бабки принеси. Благодать. На благодать. И многим, кто не понимает важность завета, многим, кто не готов брать ответственность на себя, не готов брать ответственность за свое спасение, не готов брать. Вот так многие будут обманывать. В итоге, они так в жизни не до конца и не увидят Божьего благословения. Они до конца не увидят исполнения Божьих обещаний в своей жизни, то, что Бог заключил в своем завете. Понимаете? Потому что они не выполняют часть своего завета. они не выполняют то, что они обязаны. Понимаете? А те люди, Даниил, он пишет, но люди, которые чтут Бога, которые сохраняют завет, которые понимают важность, ответственности перед Богом, церковью, перед людьми, они что? Они наоборот усилятся. Они наоборот усилятся, они ждут действия. Они наоборот будут более благословлены. Они наоборот будут более помазаны. Амэн. Кто более помазан? Кто более благословен? Кто более действует? Тот, кто понимает, что я тоже имею часть ответственности перед Богом. Амэн. И тот, кто понимает, я в завете с Господом и я храню этот завет. Господь меня милует, Господь меня благословляет, но я тоже ответственный перед тем, как я хожу перед Ним, перед людьми и в церкви в том числе. Амэн. Те люди усилятся. Те люди будут действовать. Те люди будут иметь благословение. Амэн. Поэтому ради всего мы должны понять. Мы должны сохранять завет с Господом. И серьезно к нему относиться. Давид не зря учил своего сынка Соломона. Знаете почему Давид учил? Потому что Давид сам имел личный завет с Богом. Бог к нему однажды пришел и сказал Давид. Если ты будешь ходить передо мною правильно. И все твои дети, если они будут ходить правильно. Послушай, все твои предки будут сидеть, короче, будут царями. Все. Главное. Вот вот завет. Главное, чтобы они ходили передо мною. Понимаете? Тогда будут сидеть. Вы знаете в чем их преимущество? В чем Бог? Вот Бог, он завет свой никогда не нарушает. Мы можем где-то, да? Но он, там дети потом Давида начали там грешить пред Богом. Неправильно поступать. И он, помните, он отторгает часть Израиля, отдает другому. А два колена оставляет дому Давиду. Он говорит, потому что я в завете с Давидом. Понимаете? Хоть они и нарушили, он говорит, но я все равно, у меня есть завет, у меня есть обязательства. Но все равно, ну вдруг кто-то исправится. Все равно будут сидеть на престоле, потому что есть завет, есть договор. Понимаете? Вот так и мы. Бог, он завет, он милость свою на нас распространяет. Мы косячим. Мы ничего не обязательств никаких не несем. Но Бог думает, ну все равно, еще помилуй, еще раз, вот этот завет, он мой нерушимый завет. Я еще раз буду над жизнью человека его исполнять, да? Может он тоже поймет когда-то, что возьмет на себя ответственность, и тогда полнота из-за нее. Полнота, понимаете? Я хочу полноты благословений Божьей. Я хочу, чтобы Бог, он все, что написано, все, что он пообещал, чтобы все это было в моей жизни. Все, сто процентно, все слова, все обещания. Но я и понимаю, я заветю, я тоже буду ответственность. Аминь. Смотрите, Исаия 56 глава. Шестого стиха. Аминь. И сыновей иноплеменников, присоединившихся к Господу, чтобы служить Ему и любить имя Господа, быть рабами Его, всех, хранящих в субботу от осквернения Его и твердо держащихся завета Моего, я приведу на святую гору мою и обрадую их в Моем доме молитв. Аминь. Смотрите, Исаия. Всех, 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 всех тех людей, которые будут соблюдать завет с Богом, Бог говорит, я этих людей приведу в дом Божий и что сделаю? Обрадую. Я обрадую. То есть тех людей, всех, понимаете, Бог не делает различия. Свой, не свой, это такой, не такой. Ему все равно. Он доверяет всем людям. Он говорит, слушай, неважно, какие ты делал пока, неважно. Если ты с этого дня решишь исполнять совет со мной, ходить предо мной, ходить пред людьми, ходить пред церковью, то я тебе обрадую, я тебя обрадую, я тебя веду в дом. Я что, я наполню тебя радостью. Я тебя просто благословлю. Аминь. Понимаете? Я говорю, я тебя просто благословлю. И поэтому, послушайте, куча примеров людей у нас даже, да? Кто-то, кто-то вообще обет с Богом заключал когда-нибудь? Разница. Что такое обет с Богом? Тот же договор. Совет. Ты, особенно знаешь, как люди так обычно любят, когда в трудную ситуацию попадают, они сразу, Господи, если ты меня выберешь, я тебе обещаю никогда больше этого не буду. И сейчас я тебе помню. И, короче, вот это тебе сделаю. Только, пожалуйста, выведи меня из этого тупика. Было такое? Или нет? Был? Да? Был? Особенно, когда болеешь. Господи, исцели, обещаю, пить не буду, курить не буду. Он в церковь ходил. Только исцелил Господь. Ты такой, фу, пронесло. Короче, и дальше живешь, как живешь. И дальше живешь, как живешь. Не выполнил обет. Да? Не выполнил обет. Не выполнил обещания. Вот, послушайте. В Библии очень много мест, которые говорится, выполни свои обещания. Выполни все, что ты пообещал Богу. Потому что это очень серьезно. Понимаете? Послушай, Бог, Он желает, ну, нас благословлять. Он желает, чтобы ты вышел с проблемой. Ну, знаешь, иногда надо Богу что-то пообещать. Анна пришла, была бездетная, бездетная была. Она пришла к Богу, молится Богу, говорит, Господи, пожалуйста, благослови, пожалуйста, я хочу иметь ребенка, пожалуйста. Я тебе обещаю, если я рожу, я, Анна, говорит, посвящу этого ребенка тебе. И что произошло? Она родила. Она родила этого ребенка, Самуила, пророка Самуила. Она родила. И, заметьте, больше благословений у нее не было до тех пор, пока она не выкормила этого ребенка, пока его не взяла за руку, привела к священнику, привела его, сказала, вот, я обещание Богу давал, вот это вот мой обед, я отдаю свой обед, это мой ребенок, я отдаю его вам полностью на служение. Как вы думаете, ей тяжело было или нет? Прикинь, единственный сын. Еще ты его грудью вскормила. И там до возраста определенного, вот, там, до дошкольного возраста, до шестилетка его воспитывала. И потом его в монастырь отдала. Тяжело? Тяжело. Послушайте, завет иногда, обещание Богу давать, тяжело было. Тяжело. Но нам нужно быть твердыми людьми в завете. Пойми, если ты получил откровение, что ты имеешь обязательства, ты должен их соблюдать твердо до конца. Понимаешь? Но она, когда нам дала пророка Самуила, Бог открыл ее чрево, и она родила еще сыновей, еще дочерей, еще пришло больше благословения. Амэн. Понимаете? То есть, мы должны твердо хранить свои обязательства, мы должны их выполнять перед Богом. Тогда Бог, Он нас будет что? Благословлять. Амэн. Послушайте, выполнять свои обязательства, это черта характера, быть ответственным человеком. Аминь. Понимаешь? Мы должны меняться, братья и сестры. Если ты понимаешь, слушай, Бог, Он берет обязательства, Он обещал меня благословить, значит, я тоже что-то имею обязательства. И это черта характера. Ты уперся, как бы тебе не тяжело, но ты выполняешь то, что ты взял на себя какие-то обязательства. Аминь. Ты взял на себя обязательства быть нормально со всеми людьми. Прощать их, любить, благословлять, служить им. Амэн. И ты так, как бы тебе не тяжело прощать, служить, ты берешь и это делаешь, потому что это твое обязательство перед Богом. Амэн. Ты взял обязательство ходить перед Богом, молиться, искать Его лица, читать Слово. И как бы тебе не тяжело, ты берешь эти обязательства и твердо выполняешь. И знаешь что? Взамен Бог будет тебя благословлять. Амэн. Ты взял какое-то слушание и знаешь, как бы тебе не тяжело, но когда ты его несешь, послушай, Бог будет тебя благословлять, потому что это Завет. Амэн. Знаете, было много, послушайте, читая Библию, мы видим много примеров людей, которые вот держались Завета, держались обязательны. Возьмите Ноя, пример Ноя, да? Тоже интересный пример. Бог пришел, ему говорит, Ной, будь мне послушен, строй ковчег и спасешься ты. Вот Завет, ты, я тебя спасу, весь твой дом спасу, а ты, главное, будь послушен. Строй ковчег. Да, вот. Иной берет... Что на жопу? А, жить. Ты думаешь, что... Странная вода какая-то. Иной, смотрите, он сто лет... Послушайте, сто лет он строит... Что? Ковчег. Сто лет ему тяжело, с него все орут, с него все смеются. Ты в церковь можешь ходить, нести свой совет, свои обязательства. Себя могут орать, себя могут смеяться, себя могут прикалываться, себя... Э, ты чё? Всё, всех там, зазомбировали, да? Да, говорит, зазомбировали. Лучше я буду таким зазомбированным, но и иметь исполнение Божьих обетований. Амэн. Чем не зазомбированным и ходить вообще непонятным. А, в обмане. Потому что привлечёт дьявола с обманом. Понимаете? Я выяснил, вы же можете. Завет с ним. Иной он сто лет строит, он работает. В итоге, что мы видим? Все утонули, один ночь живой. В конце, когда на берег сошли, Господь говорит, слушай, новый завет дают тебе. Вот радугу увидели. Вот это если кто-то говорит, ой, мы все потонем, брехня. Радугу видите? Всё. Бог, это напоминание. Больше земля не утонет. Сгорит, правда. Ну, ничего. Но не утонет. Поэтому, когда будет наводнение, не бойся. Не утонет земля. Амэн. Бойся и лучшие сахары. Туда не едет. Вот. Знаете? И было много примеров. Послушайте. Мне нравится пример Иова. Послушайте. Библия говорит, что это был человек, который был непорочен вообще. Он ходил, он вообще святой был. Понимаете? Он праведник был. Бог сам говорит, дьявол говорит, ты видел Иова, праведника, который ходит непорочно. Послушайте. Так откройте 31 главу, посмотрите, как человек жил. Он говорит о себе. Я заключил завет со своими глазами, чтобы не взирать на Дев, чтобы просто даже ничего себе плохого не придумывать в своей голове. То есть он сам с собой заключил договор. Я не буду, я буду делать все, чтобы оставаться непорочным пред Богом. Понимаете? Дьявол пришел, детей забрал, бизнес забрал, здоровье забрал, а он все равно остается верным своему совету. Понимаете? Он все равно остается верным, он все равно непорочным. Да, тяжело, да, испытания, да, тяжело. Но он остался верным своей непорочности. В итоге что мы видим? В два раза больше детей, в два раза больше бизнеса, в два раза больше здоровья, два раза всего лучше стало амэн вот награда идет за выполнение завета награда братьясь поэтому мы должны твердо хранить завет понимаете твердо хранить ну держаться своих обещаний своих но обязательств пред Бога поймите тогда придет благословение я знаю когда тяжело но читаю Библию я вообще поражаюсь как раньше люди относились к заветам обедом они идут воевать за маникитянами и он Богу говорит Господи если предашь короче мне вот этих врагов я тебе обещаю первое что выйдет сворот моего дома то тебе в жертву принес Бог говорит хорошо он победу дает ей бай красавчик идет аллилуйя победа куча всего все класс выходит дочка одна единственная он говорит дочь среди сердца я я Богу обещание дам я обещал что первое что выйдет я должен принести в жертву слушайте как научены были дочь говорит отец если пообещал то надо исполнить вот вот времена были да новый завет говорит пускай ваше да да будет да нет будет нет все остальное от лука понимаете если взялся за что-то все иди до конца будь твердым а все остальное от лука обязательство выполнение завета это путь большим благословением полноты нашей жизни мы должны понять братья и сестры слушайте мы часто что-то Богу обещаем мы иногда получаем откровение что ходить с Богом это не просто что Бог такой добрый Бог который все нам дает а я ничего ему за это не должен но есть завет есть завет его надо выполнять да иногда тяжело да иногда что-то не получается но послушайте это говорит о том что нам нужно менять свой характер и черту своего характера в качестве выполнения своих обязательств вот что нам нужно менять вот на чем нам нужно работать вот на чем нам нужно молиться и говорить Богу Бог я хочу быть человеком который будет в совете который будет выполнять свой совет Амэн понимаете кто водное крещение все? ну почти да скажи что ты говорил когда ты водное крещение? тебе задает священник вопрос веришь ли ты в Господа Иисуса Христа? ты что говоришь? да веру а дальше? обещаешь ли ты Ему добрую совесть? ты что говоришь? да обещаю что это? завет 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 да делаю да принимаю в Господа да принимаю ну замен обещаю что обещаю? добрую совесть ходить перед Богом ходить перед людьми ходить перед целью то есть обещаю Амэн когда ты причастие принимай что ты делаешь? ну и что же даже ну вот не врубаются что это такое? это проявление нового совета что ты делаешь? я принимаю что Иисус забрал на крест да? ты вот принимаешь ты что? я просто принимаю все Иисус вот здесь мое исцеление вот здесь мое процветание вот здесь мое мое все мое благословение а взамен ты часть кого? тела с определенными чертами обязательствами перед кем? перед телом перед людьми садись и мы иногда и мы иногда просто его нарушаем слушай я сегодня хочу молиться чтобы у нас у всех поменялась эта черта характера чтобы мы стали людьми с твердым характером которые если взяли какое-то обязательство если мы получили откровение что Бог на тебя возлагает какое-то обязательство чтобы ты хранил этот завет до конца чтобы ты его исполнял до конца и тогда Бог он знаешь что? он обязательно исполнит все то что он обещал в Библии в твоей жизни амэн давайте встанем будем молиться я на здесь что оно 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 в Аллилуйя. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты Бог верный, хранящий Свой совет, Господь. Мы благодарим Тебя, Боже, что, Боже, как Ты обещал, Ты милуешь нас, Ты благословляешь нас, Ты прощаешь нас от нашей грехи. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты искупляешь нас от всякого проклятия, что Ты искупляешь нас от всякой немощи, что Ты даешь нам силы, стрельбы дать богатство отгибаться вперед, что Ты желаешь сделать нас главой этих хвостов, Боже, что Ты желаешь посадить нас в детстве народа нашего, Боже, что Ты желаешь поднимать Твой народ, чтобы Он светил, чтобы Он был на высоте. Боже, спасибо Тебя, Господь, что Ты Бог, который не меняется, который, если бы обещал и сказал, я беру обязательства за то, что я благословлю Тебя и исполняю жизнь. Боже, я прошу Тебя, прости каждого из нас тогда, когда мы, Боже, не понимали этот завет и понимали свои обязательства пред Тобой. Я прошу Тебя, Господь, благослови каждого, чтобы мы стали людьми, которые твердо исполняют завет между Тобой и нами, которые твердо, Боже, остаются верными Тебе, ходят в непорочности при Собою, имеют отношение в церкви между людьми, которые, Боже, хранят свой завет. Я молю Тебя, благослови всю церковь Твою во имя Иисуса Христа. Измени это качество внутри нас, Господь, чтобы мы были людьми, которые твердо сохраняют завет до верца, которые твердо хранят обязательства и несутные пред Тобою, пред Церковью, пред людьми. Я прошу Тебя, благослови каждого, пускай он не изменится, пускай эта черта характера нашего поменяется во имя Иисуса Христа. Я прошу Тебя, благослови всю церковь 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 Тебя, благослов Что ты ведешь в дом, в дом молитвы И заполнишь радостью такого человека Во имя Иисуса Песна Благослови, благослови Тех, кто принял решение Пролить завет при собою Заполни радостью и веди дом молитвы Во имя Иисуса Благослови, благослови ПЕСНЯ 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 Победушка наш господь, он бог местный, который я забрал на себя. Всякую болезнь, всякую делашь, поэтому я говорю тебе. Болезнь, почек, болезнь, щелудка, болезнь, спины, болезнь. Но война и в кубах из нас, выбирай, чтобы он стоял сейчас. Жить на новокоду добей. Аллилуйя, аллилуйя. Спасибо тебе, Господь, что ты пронишься весь. Спасибо за то, что ты забрал на себя все наши проклятия. И благословения Авраама, они начинают действия позже. Ты исполняешь свой зверх, поэтому благословенны мы при входе и при выходе. Благословенны жизни для нашей, плодовые и наших. Благословенны плод чрева нашего. Благословенны мы в неладку в свои. Благословенны мы не будем брать долг, а будем давать и будем на высоте, а не в носу. Благословенны мы, и ты даешь силу приобретать богатство народу своему. Спасибо тебе, Господь. Спасибо, что пронишься ве. Спасибо, что искупил нас на всякого предприятия. Спасибо, что благословение Авраама, оно на каждом из нас. Господь, всю славу тебе воздаем и принимаем решение, Господь. Хранится вверх пред тобою, хранится вверх пред церковью, хранится вверх пред любви. Боже, мы праведниками святых человеком, и мы всю славу воздаем тебе. Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Благословение. Помоги за век. Аминь. И знаете, начало любых отношений с Богом есть молитва покаяния. Если ты человек, кто не каялся никогда пред Богом, либо ты отошел от Бога, и ты желаешь обновить свои отношения с Богом, послушай, обновление завета начинается с молитвы покаяния. Аминь. Поэтому, если ты такой человек, подними свою руку, и мы помолимся вместе с тобой. Кто поднял руку, выходите сюда. Слава Богу, мы помолимся. Аллилуйя. Давайте поаплодируем Господу за то, что Бог дает шанс каждому. Аминь. Каждому войти в завет, каждому быть благословеннее. Каждому. Аллилуйя. Аллилуйя. Слава Богу. Давайте помолимся этими словами. Скажем эти слова, просто скажем вместе. Скажем, дорогой Иисус, я прошу Тебя, прости меня за все мои грехи, за все мои ошибки, за все мои невыполненные обещания. С этого дня я исповедую Тебя своим Богом, своим спасением. С этого дня я обновляю свой завет с тобой, что Ты будешь моим Богом, а я буду Твоим человеком. Аминь. Я прошу Тебя, Дух Святой, дай в силу, твердость и характер выполнить этот завет. Быть людьми Божьими, чтобы Ты был нашим Богом, Господь. Ходить перед Тобой и быть непорочным в Твоих глазах. Я прошу Тебя, благослови, благослови, пускай придет твердость в это крещение во имя Иисуса Христа. Пускай дьявол, он не обманывает во имя Иисуса Христа. Я прошу Тебя, Господь, благослови, пускай придет твердость, пускай придет твердость в это крещение следовать за тобой во имя Иисуса Христа. Пускай мы слушаем все, что сдерживаем во имя Иисуса Христа, шить на работу, на рунах, во имя Иисуса Божьего. Спасибо, спасибо. Мы всю славу воздаем тебе. Аминь! Аллилуйя! Слава Богу! Давайте, на свои места обратите, чтобы запустил. Попробуй, я не знаю, попробуй. И, братья и сестры, присадьте еще на минутку, пожалуйста. У нас есть маленькое объявление. И будем идти по домам. Скоро 8 марта. Ну, как скоро, через сколько? Три недели. Но это скоро. И, знаете, наши сестры, они будут проводить женское служение 8 марта. А мы с братьями проведем чуть позже, когда потеплее, чтобы мы в футбол могли поиграть. Шашлыки пожарим. 6 декабря. Через год. Нет, мы раньше так. Идет? Нет? Сейчас, я не знаю, подтвердите. А, давай. Валя, помогай. И, знаете, наши сестры хотят пригласить всех сестер. Это будет женское служение. И вот ты можешь, если ты сестра, ну, братья, ну, там, кто себе считает. Если ты сестра, послушай, ты уже должна готовиться к этому мероприятию. А как готовиться? А думать, кого бы я могу еще пригласить. Молиться за этого человека. Аминь. Почему? Потому что, знаете, когда вот такой праздник, знаете, как и говорили, сначала душевное, потом духовное. То есть ты человека приобрел какими-то душевными вещами, а человек зацепился, ему захотелось познавать великого всемущего Бога, который делает счастливыми, радостными, красивыми всех наших сестер. Аминь. Потому что, знаете, как посмотришь на улицу, сестры, которые не в церкви, они грустные. Да? А кто в церкви, они знают, то любой, я в заветии с Богом. Даже если что-то тяжело, я пробуюсь, потому что Бог обещал. Аминь. И поэтому я верю, что это большое благословение. Поэтому что, не получите. Значит, ролик будет следующее, на следующее воскресенье. Мы его сбросим в Вайбер, мы его сбросим в Фейсбук, мы его сбросим в Ютуб. Поэтому подписывайся, будь мобильным. Уже век 21-й, пора всем пользоваться Вайберами, Фейсбуками, Ютубами. Аминь. Вуаля, пора купить телефон другой с Вайбером. Мы тебе подарим, мы тебе подарим, если что. Аминь. Вот. Поэтому пусть Бог всех благословит. Аминь. С миром Божьим благослови соседа рядом, скажи Божьим. Благослови брата, сестру твоего Иисуса Христа. Пусть он будет успешен. Благослови евреям в царете. Аминь. Аллилуйя. С миром Божьим.